Новоселы приехали в Назаровскую МТС на Алтае. Первый год освоения целины. Молодежь массово едет в Казахстан, по Волжье, Сибирь. Пожалуй, это самая ранняя хроника Назаровской машино-тракторной станции. Эти девушки с чемоданами скоро тоже начнут работать в поле. Сцена встречи. На заднем фоне крутятся лопасти ветряной мельницы. И до освоения целины, и во время нее она работала и днем, и ночью. В середине 20 века мощность мельницы рассчитывал отец Марии Вакаловой. Именно он решал, подключать ли вторые жернова. В начале столетия в Михайловском районе было 18 ветряных мельниц. Но именно Назаровская слыла лучшей за качество помола. Как тогда хлеб был, лучшей хлеба не было. Такие были булки. И белый, белый был хлеб. За мукой сюда съезжали со всех соседних деревень и даже районов. Остановились лопасти 80-х. На смену ветряным мельницам пришла мукомольная техника. От строения Назаровского сооружения остался каркас. Разобрать его вряд ли возможно. Конструкция как летая. Целые круги, от которых работали жернова. Механизм был просто уникален одновременно. Купол мельницы вращался, так ловили ветер. За столбик зацепливали, а потом люди эту вертушку крутили. Там было приспособление, канат накручивали на себя. И вот этим кронштейном купол поворачивался. Этот самый руль купола годами был единственной подпоркой мельницы. И она бы точно завалилась, если бы прошлым летом местный фермер Андрей Кожанов не позаботился о мельнице и не залил фундамент. Не эстетично, но надежно. В будущем хочет заменить валы купола, крылья, придать мельнице аутентичный вид. Вот здесь будет маленькая пекарня и получение хлеба. Конечно, конечно, конечная задача была бы такая. Как технически сделать? Ну, я думаю, вещь сложная, не стоит вообще в принципе форсировать. Она уже стоит лет, наверное, 50 не действует. Ну, еще постоит там лет несколько. Можно сказать, что это дань уважения людям, которые пришли сюда больше ста лет назад. А пока в глубинке уникальный объект, как могут, сохраняют местные жители, краевые эксперты только узнают о мельнице и оценивают ее значимость. Памятник и истории, и промышленной архитектуры. Поэтому такие сооружения, конечно, надо сохранять. Просто, что мы показываем наше достоинство в Сибири, на Алтае, ну, безусловно, это явление. Это явление. В администрации Михайловского района надеются включить мельницу в программу культурного наследия, чтобы получить финансовую помощь на ее реконструкцию. Иначе, боятся местные власти, даже изготовить проект реставрации будет непосильной ношей. А между тем, уверенные чиновники и рядовые жители района, мельница могла бы стать символичным брендом для аграрного края. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова